Ум научиться на своих ошибках, а мудрый на чужих, гласит старая истина. Но, к сожалению, часто бывает так, что жизнь ничему не учит людей. И даже плачевный опыт не служит руководством к действию. Именно такой вывод сделали представители рейдовой группы, посетив Татьяну Петровну Лушникову. К замечанию спасателей о несоблюдении пожарной безопасности Брещанка как будто и не собиралась прислушиваться. Заполненная пепельница рядом со спальным местом – явный признак безответственного отношения к себе и окружающим. Строгое предупреждение, сделанное порядка месяца назад спасателями, а также разъяснителями беседы никак не повлияли на взгляды беспечной пожилой женщины. Чаще всего мы, конечно, посещаем семьи, в которых имеются какие-то признаки неплакополучия. Ежемесячно к нам жилищно-эксплуатационные службы присылают такие списки, где по характеристикам соседей при получении каких-то жалоб они видят, что существует риск возникновения пожаров. Мы совместно с участковыми инспекторами милиции, с инженерами по работе с населением ЖЭСов вот такие адреса отрабатываем, посещаем. Неосторожность при курении сулит самые непредсказуемые последствия. Сегодня устанавливается причина возгорания, которое произошло в квартире по улице Орловской меньше месяца назад. По условной версии, виной всему человеческий фактор. На пороге рейдовую группу встретил хозяин. Показывать последствия беды по понятным причинам он не хотел. А потому и гостей встретил без особого энтузиазма. Это семья. Отец ему 86 лет и сын, которому 53 года. Благодаря, скажем так, длительности соседей, которые проживали сверху и услышали запах дыма, в час 08 поступило от них сообщение в наш центр оперативного управления. Выехали подразделения, вскрыли металлическую дверь. Вот. Как только вскрыли дверь, значит сразу же увидели, что фактически вся квартира заполнена уже дымом. Отец находился в спальне, лежал уже не на кровати, а между кроватью и окном, скорее всего, что пытался где-то выползти на свежий воздух. А сын находился в кухне, уже в бессознательном состоянии. Его сразу же вывели наши работники. Беспредок в квартире на момент приезда отряда спасателей указал на асоциальный образ жизни проживающих. А пока версия возникновения пожара до конца не установлена, рейдовая проверка – способ держать ситуацию под контролем. Под пристальным вниманием и граждане, злоупотребляющие пагубными привычками. Рейдовые визиты в их дома осуществляются регулярно. Наверное, это единственная возможность остановить, кто еще не перешел эту грань, кто еще не заболел алкоголизмом. То есть на примере наших страшных фотографий, на примере примеров пожаров, может быть, все-таки задумается кто-то. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.